Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Легко провалиться или убить подвеску. Барнаульские водители возмущены состоянием люков посреди дорог. На службе у фермеров. Производители агродронов представили свои разработки на авиасалоне в Барнауле. Новый эксперимент. С сегодняшнего дня вводят электронные студенческие билеты и зачетки. Ситуацию с подорожанием хлеба взяли на особый контроль. Социально значимый продукт питания с начала года вырос в цене в среднем на 10-15%. В некоторых торговых сетях на 30%. По мнению экспертов, удорожание вызвано возросшими транспортными расходами производителей. А те, в свою очередь, связаны с дефицитом водителей. Пытаясь удержать работников, производители подняли им зарплаты в среднем на 30%. Но люди продолжают уходить. Второй фактор – рост цен на автомобили «Газель». По сравнению с 2021 годом они подорожали почти в два раза. Возросшие транспортные издержки привели в итоге к повышению стоимости хлеба. Накрутку сделали и торговые сети. Их хлебопекарная отрасль сейчас главный драйвер продуктовой инфляции. Этот вопрос на днях даже обсуждали на совещании в Минсельхозе России. Там ситуацию с ценами на хлеб взяли на особый контроль. К другой теме. Следственный комитет по Алтайскому краю устанавливает обстоятельства гибели рабочего на стройке многоэтажного дома. Трагедия произошла в поселке Южный 22 апреля. 28-летний мужчина возводил строительные леса. В этот момент с 22 этажа на него упали кирпичи. Мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку лицам, которые отвечают за охрану труда на объекте. Самокатчики продолжают раздражать жителей Барнаула. Теперь они стали гонять не только по тротуарам, но и по дорогам. Видео снято на проспекте Космонавтов. По мнению возмущенного автора видео, самокатчик не является участником дорожного движения. А ответственность за несчастные случаи будут нести водители автомобилей. Напомним, год назад самокаты получили статус средств индивидуальной мобильности и их приравняли к транспортным средствам. Поэтому лица 18 лет и старше могут передвигаться на электросамокате по обочинам, а также к краю проезжей части, только если отсутствует тротуар или велодорожка. Самое главное, скорость самоката не должна превышать 25 км в час. Барнаульские водители жалуются на просевшие после зимы люки колодцев, утверждая, что они затрудняют проезд по дорогам и магистралям. К тому же, после встречи с таким препятствием, авто может запросто попасть в ремонт, который обойдется дорого. Так кто должен следить за состоянием колодцев, приводить дорожное покрытие в порядок и когда этим займутся? Ответы в следующем сюжете. Этот люк находится на улице Гоголя. Ширина ямы здесь 140 сантиметров. Если угодить сюда передним колесом, можно запросто оставить подвеску. Асфальт относительно новый, а колодцы просевшие. Люки на проезжей части явно требуют внимания после зимы. И этого не могли не заметить водители. Попадает. Потом это в ремонт все обходится. Дороги с натяжкой на три балла, мне кажется. Да, вот есть определенные места, где, например, люк просто ниже, чем асфальт, гораздо сильнее находится. И замечал и на Малахово это, и на Павловском тракте бывает. Дорожники говорят, о проблеме известно. Асфальт действительно плохо перезимовал из-за перепада температур. Но к работам уже приступили. Раньше не позволяла минусовая температура. Более того, территория на проезжей части, где расположены люки, головная боль не только мэрии, но и подрядчиков, которые должны устранять проблемы в рамках гарантийных обязательств. Формируются предписания, и, соответственно, предписания направляются подрядчику. И подрядчик до 1 июня должен устранить все недостатки, которые выявляются в ходе обхода. Это такие, как и выбои на проезжей части, как раз просадка, как мы видим на данном участке. Где-то это продольные трещины. Всего в Барнауле более 60 тысяч колодцев. Тепловые, ливневые, те, где проходят телефонные сети и водопроводные. В одной из подрядных организаций нас заверили. Люки под присмотром. Даже если мы обнаруживаем аварийное состояние других подразделений колодцев, то в любом случае мы эти колодцы огораживаем, передаем телефонограмму в соответствующие подразделения для восстановления этих колодцев. Что касается наших колодцев, принимаем оперативные меры по восстановлению данных колодцев. И, соответственно, после восстановления вокруг этих колодцев асфальтируем. В свою очередь в мэрии говорят, огражденный люк, который занимает целую полосу на пересечении Ленина-Гоголя, отремонтируют до 1 мая. В связи с праздниками пошли на ускорение. Что касается остальных, посмотрим после обещанного уже 1 июня. Мария Костлева, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае провели первый авиасалон сельскохозяйственных дронов. На нем продемонстрировали новейшие модели агродронов из разных стран. Только полетами не ограничилось. Эксперты затронули тему легализации беспилотников. Сегодня законодательство в сфере беспилотных авиационных систем далеко от совершенства. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. В отличие от своих собратьев, этому дрону предстоит не свадьбы снимать, а поднимать сельское хозяйство. Опрыскивать поля, заменяя привычную наземную технику. Это существенная экономия на машине, горючим. В конце концов, дрон не оставляет после себя колею на поле. Если мы говорим про качество и эффективность обработки, то здесь она также возрастает. Когда мы работаем классическим опрыскивателем, мы просто как бы лейко немножко сверху раствор вылили. А если вредитель спрятался под лист, ну, к сожалению, на него там меньше подействовало. Здесь вероятность того, что на него попадет вещество гораздо больше. На то, чтобы внедрить в хозяйстве агродрон, нужна смелость, говорят эксперты. Пока многие присматриваются к новой технологии, просчитывая выгоду. Поделиться своим опытом, продемонстрировать модели беспилотников смогли в Барнауле на первом в крае авиасалоне агродронов. Его цель – объединить на одной площадке агрария в дилеров, организации, которые готовят операторов и не только. На протяжении трех последних лет в Алтайском крае появилось более десятка фермерских хозяйств, которые такую технику активно используют, либо нанимают услуги с обработкой своих полей. Накопился определенный практический опыт. И самое главное, что накопилась уже информация, позволяющая сравнивать эффективность применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве. Но накопилось и множество вопросов. Ведь сегодня агродрон приравнен к авиации. Это накладывает огромную правовую ответственность как на самих аграриев, так и на дилеров, которые теперь обязаны найти баланс между экономикой и безопасностью. Нюансов много. Даже не все агрохимикаты могут распыляться с помощью беспилотников. Большое внимание к регистрации аппарата и разрешения на каждый полет от Росавиации. Всех очень сильно беспокоит вопрос процедуры регистрации агродронов, потому что она не адаптирована, скажем так, к имеющим сериалям. Многие просто не могут ее пройти, даже являясь допропорядочными, приобретать владельцами этих аппаратов. Здесь нужно, конечно, чтобы Министерство транспорта обратило на это внимание и каким-то образом посодействовало решению этой проблемы. Уже сегодня все эти вопросы прорабатываются. Алтайский край вошел в число 12 регионов, в которых ввели экспериментальный правовой режим для полетов беспилотников. То есть во всех 12 субъектах сейчас будет формироваться нормативная база. И пока это происходит, в Алтайском крае будут действовать послабления, которые упрощают процедуру аттестации агродрона, допуска оператора и не только. На сегодня, учитывая, какие там складываются сложности с эксплуатацией вообще любых беспилотников в южных регионах, приграничных, я бы сказал, что Алтайский край, ну это будет, наверное, центром внимания всех, кто хочет работать в этой сфере. Эксперты уверены, сегодня Алтайский край является пионером в освоении агродронов в сельском хозяйстве, а значит завтра регион сможет успешно внедрять дроны и в другие сферы экономики. Фактически мы на практике проверяем законодательства и регламенты в различных сферах применения беспилотников. Можно сказать, что наш край помогает дорабатывать правовые аспекты в режиме реального времени. В ближайшие годы беспилотники точно не заменят всю сельхозтехнику. Да это и не требуется, а лишь станут достойными помощниками, которые будут работать уже не просто в поле, а в правовом поле. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Студенческие билеты и зачетные книжки станут электронными. Такой эксперимент сегодняшнего дня стартует во всех учебных заведениях страны. В нем добровольно согласились участвовать студенты колледжей и вузов, а также ординаторы и аспиранты. Например, в Барнаульском техническом университете такая практика не новшество, а в консервативном педагогическом ее только начинают внедрять. Подробности у Юлии Щепиной. Курс на цифровизацию берут все вузы страны. Так известная фраза студента «Я забыл дома зачетку» в ближайшем будущем больше не прокатит. Пилотный проект о переводе зачетных книжек и студбилетов в электронный вариант стартовал сегодня. Такая практика появилась во многих вузах несколько лет назад. Однако теперь возможности ее применения расширяются. Основным новшеством, основной новеллой является то, что появляется возможность в электронном виде загрузить документы на портал государственных услуг. И у студента появляется возможность ими пользоваться в самых разных вариантах. Начиная с того, чтобы проходить на территорию образовательной организации, предъявляя QR-код или электронную версию документа, заканчивая тем, чтобы покупать, например, льготные проездные билеты. Еще студенты смогут получить скидку на билеты в театры, музеи, кино или концертные залы. Однако коснется это только тех площадок, которые примут участие в эксперименте. Кстати, само участие в проекте тоже добровольное. Студент-ординатор Илья Спиран сам должен решить, хочет он пользоваться электронными документами или нет. Я считаю, что введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек – это очень удобно, потому что это дает больше возможности для студента, грубо говоря, использовать свои возможности. Если честно, у меня такое разное понятие – зачетки бумажной и электронной, потому что, смотрите, все зачетки хранятся в деканате, и, по-моему, я ни разу не кричала даже «За халяву прийди!» А очень хотелось, правда, что-то такое поспать, зачетку положить под подушку, поспать перед экзаменом. Вот, поэтому, в принципе, вот скучать не почему. Я однажды потеряла студенческий билет, вообще не могла ее нигде найти, общарила просто весь дом. Я просмотрела все варианты ее восстановления, и оказалось, что это нужно делать через полицию, нужно идти писать заявление о потере студенческого билета, и потом остальные шаги проделывать уже в деканате. То есть это очень трудоемкий процесс. Электронные документы не будут заменой бумажным, можно использовать и те, и другие. Сейчас педагогические находятся на начальной стадии внедрения проекта, накопления информации, учета и анализа опыта коллег. Руководство ВУЗа планирует постепенный переход, так как нужно учесть риски. Нужно сделать так, чтобы эта идея не была навязана сверху, а органично возникла внутри ВУЗа. Ну и мы прекрасно понимаем, в том числе то, что связано с электронным документом оборотом, это риски, в том числе сохранение информации, персональных данных и всего, что с этим связано. Второе, это, конечно, дублирование, потому что мы прекрасно понимаем, что на первых порах, на каком-то таком переходном этапе сохраняется необходимость дублирования документов и в бумажном, и в электронном варианте. ВУЗам придется обновить программное обеспечение, подготовить кадры и позаботиться о безопасности данных. Финал пилота по цифровизации документов – конец 2025 года. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Добежать до финиша и не запыхаться. Жители Барнаула сейчас активно готовятся ко всероссийскому полумарафону. Забегу, который впервые пройдет в Барнауле уже 19 мая. На выбор желающих четыре дистанции. Самое длинное – 21 километр. Какое расстояние выбирают герои нашего следующего сюжета? И самое главное, как они готовятся к грандиозному старту, который пройдет сразу в 11-часовых поясах, знает Валентина Аскерова. В ее копилке множество медалей. За плечами Александры Мартюшовой несколько марафонов и даже ультрамарафонов. Но еще четыре года назад девушка и представить не могла, что сможет, как орешки, щелкать такие сложные дистанции, как 21 километр. Мой тренер, да, спасибо ему. То есть он увидел во мне этот потенциал, предложил как-то заняться, побегать по лесу. Провести тренировку. Благодаря пандемии, когда закрыли все спортивные залы, предложил позаниматься в лесу, и все, с тех пор я начала бегать. Первая дистанция моя на тренировке была 3 километра. Сейчас мой максимальный рекорд – 73 километра в горах я пробегала. В этом году Александра не смогла пропустить грандиозное беговое событие в родном городе – всероссийский полумарафон «Забег», который состоится совсем скоро – 19 мая. На этот раз побежит всего 10 километров. Сложно сказать, что бегунья к стартам готовится как-то особенно. Просто стабильно тренируется. Самое основное – на старте не нужно рвать вперед. Потому что ты на старте потеряешь все силы, и потом уже до финиша будет дойти очень тяжело. То есть нагрузку нужно повышать постепенно. Также смотреть. Я всегда слежу за своим пульсом, за своим темпом. И в связи с этим до финиша дойти уже намного проще. А этот бегун покорил дистанцию в 110 километров по горной местности. Стаж у Сергея своеволе на 6 лет. Хотя раньше категорически не любил бегать. Но, как говорится, от любви до ненависти – один шаг. Первое, что сподвигло. Мы с тренером поехали в Республику Алтай на соревнование «Алтай Ультра Трейл», которое ежегодно там проходит. И вот когда я увидел этих сумасшедших людей в хорошем понимании, которые бегают 110 километров, и абсолютно счастливые, довольные прибегают. Мне стало очень интересно, как у них это получается. И Сергей исполнил мечту. Подготовился и пробежал 110 километров почти за сутки. В забеге участвовало 80 человек. Сергей попал в десятку лучших. Сегодня он на лайте, готовится к полумарафону в Барнауле. Побежит на этот раз поменьше – 21 километр. Начинающим марафонцам советуют выбирать километраж короче. И все-таки заранее готовиться к старту, чтобы организм постепенно привыкал к нагрузке. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Примерный отец, перспективный спортсмен, ответственный тренер. В Барнаульской гимназии номер 74 в рамках общероссийского проекта появилась еще одна парта героя, посвященная дзюдоисту Алексею Мулину. Он погиб на СВО в августе 23-го года. С подробностями Дмитрий Дроздов. Гробовая тишина. Знаменная группа вносит флаг страны. Все это не праздничное мероприятие, а памятное под названием «Парта героя». Общероссийский проект, посвященный парням, погибшим на СВО. В их родных учебных заведениях устанавливают школьную парту, где размещают информацию о герое, погибшем в спецоперации. Сегодня мы открываем парту героя, нашего героя, нашего выпускника, нашего коллеги, педагога, Мулину Алексею Александровичу, который все годы учебы посвятил нашему учреждению. Алексей Мулин окончил гимназию в 99-м, учился в педуниверситете и был воспитанником спортшколы подзидо «Спарта». Позже 15 лет проработал там тренером, но путь прервался после мобилизации на СВО. В августе 23-го года Алексей Геройский погиб. Воспитанники тренера до сих пор с утратой не смирились. Я занимался у него 5 лет. Когда он всегда был к нам отзывчив, когда мы говорили, что нас обижали старшие, он всегда заступался за нас и очень был добр. У Алексея осталась дочка и супруга. Познакомились в летнем лагере, потом школьная любовь, армия, свадьба. Делили и радость, и горе. Теперь супруга хочет организовать турнир подзидо в память о муже. А на фасаде школы «Спарта» разместить портрет любимого многими тренера. Дома он был очень незаботливый и ласковый. И отец, и супруг. Потому что, в принципе, как и на работе, так и дома он очень любил детей. Воспитанники до сих пор. Помнят о нем. Кто-то, получается, бросил дзидо. Потом сейчас мне родители звонят и говорят, опять вернулись, потому что хотят в честь и в память о Бальтее Александровиче продолжать заниматься. В Алтайском крае проект «Парта героя» появился в декабре 22-го. Первую парту установили в Барнаульской гимназии номер 27 в память об участнике Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза Владимира Смирнови. Теперь все больше парт героев спецоперации. Отметим, что на каждой парте размещен QR-код, с помощью которого можно подробнее узнать о защитниках Отечества, отдавших свои жизни. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Обновленное оборудование, уютные номера, комфортный отдых и эффективное лечение. Современная медицинская база санатория Барнаульский позволяет оказывать комплексное лечение в области различных заболеваний. А также это излюбленное место отдыха жителей Алтайского края и регионов Сибири. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Санаторий Барнаульский на протяжении многих лет помогает не только найти решения в борьбе с заболеваниями, но и избавиться от усталости и качественно отдохнуть. Здесь оказывают услуги высокого уровня благодаря обновлению оборудования и разработке новых методик. В санатории Барнаульский проведен капитальный косметический ремонт и номерного фонда. Заменили систему фильтрации воды в бассейне. В отделении больной терапии закупили новые ванны, сухие углекислые и камерные. В отделении физиотерапии обновили оборудование прессотерапии и магнитотерапии. Санаторий Барнаульский оперативно реагирует на потребности отдыхающих в санаторно-курортной отрасли. Наша здравница предоставляет лечение и профилактику многочисленных заболеваний. По статистике боли в спине занимают второе место по обращению к врачу после острых респираторных заболеваний. Отдыхающие санатория могут получить комплекс лечебных процедур в вертеброневрологическом центре. После прохождения процедур наблюдается положительная динамика в виде уменьшения болевого синдрома в позвоночнике и суставах. Эффект от лечения сохраняется длительное время. Сотрудники обеспечивают гостям комфортное проживание, полезное и одновременно вкусное питание, качественные медицинские услуги и ежедневные развлекательные программы. Над этим трудится большой коллектив с многолетним опытом работы. Летний туристический сезон в Алтайском крае стартует 28 апреля. В эту дату пройдет традиционный фестиваль «Цветение моральника». Его организуют на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Как нам рассказали эксперты, за время существования фестиваля число его гостей с 2000 увеличилось до 40. В этом году программа фестиваля разнообразная. В общую концепцию включили лекторий, посвященный жизни и творчеству Николая Рериха, да и само открытие пройдет в парке имени великого философа и художника. В этом году отмечают его 150-летие. У нас будет мастер-класс, у нас будет дом практик. То есть это тема культуры, творчества, исследований, погружения в эту территорию, она в том числе на празднике будет прослеживаться. Цветение моральника открывает летний сезон, но уже сейчас можно планировать поездки и на другие массовые мероприятия. К примеру, Квест-фест, который состоится в Бийске и в Барнауле, костюмированный фестиваль саббордов сопряжения. В прошлом году он в тестовом формате проходил на Грибном канале. В этом году организаторы планируют сделать его масштабным. А каждые выходные июля планируются музыкальные фестивали «Шум Катони». Расписание туристических тусовок можно отслеживать на сайте Алтай-турцентра. В целом, вообще, в принципе, событийный туризм сегодня становится одним из таких, наверное, мотиваторов и причин, чтобы приехать в регион. Потому что все, кто делает событийные мероприятия на территории регионов, не только наши, а вообще, да, они, конечно, стараются в рамках этого мероприятия показать весь потенциал туристических регионов. Потому что понимает, что если человек приехал, он очень хочет познакомиться, погрузиться максимально. И на этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok